Вспомним несколько знаменитостей, которые ушли от нас в июне, июле и августе 2016 года. Американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер по имени Джин Уайлдер, именно тот, кто изображён на меме «Ну давай расскажи мне» в образе Вилли Вонка из фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года. Джина Уайлдера я впервые увидел в детстве в великолепном фильме «Ничего не вижу, ничего не слышу». Тогда зарубежные фильмы выходили на видеокассетах с гнусавым голосом. Также помню после фильма «Ничего не вижу, ничего не слышу» посмотрел классные фильмы «Рыбка по имени Ванда» с Кевином Клайном и «Стой, не то мама будет стрелять» с Сильвестром Сталлоне. Если не смотрели фильм «Ничего не вижу, ничего не слышу», то очень советую посмотреть. Это отличная комедия, где Джин вместе с комиком Ричардом Прайером играли вместе. Ричард Прайер уже умер в 2005 году. Джером Сильберман, известный как Джин Уайлдер, родился 11 июня 1933 года, а умер 29 августа 2016 года в возрасте 83 лет. Я Сергей и вы на канале «Ай люблю людей». Наиболее известными фильмами с Джином были «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года, «Молодой Франкенштейн» 1974 года, «Сверкающие сёдла» этого же 1974 года и «Ничего не вижу, ничего не слышу» 1989 года. А кто-нибудь из вас смотрел «Ничего не вижу, ничего не слышу»? Проголосуйте, пожалуйста, справа сверху. Кто смотрел, кто нет и кто захотел посмотреть. Джин Уайлдер умер 29 августа 2016 года от осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера. Антон Викторович Ельчин был русским актёром, снимавшимся в суперкассовых зарубежных фильмах. Антон был наиболее известен по роли Павла Чехова в фильме «Звёздный путь», он же «Стартрек», а также по роли Кайла Риза в фильме «Терминатор. Да придёт спаситель» – это четвёртая часть «Терминатора». Родился Антон Ельчин в Ленинграде 11 марта 1989 года, а умер 19 июня 2016 года в возрасте 27 лет. Его убила собственная машина, способом, похожим на проделки смерти, как в фильме «Пункт назначения». Антон был прижат к столбу у ворот собственного дома, потому что Антон вышел из автомобиля, забыв поставить его на ручной тормоз. И автомобиль скатился по наклонной и прижал его к кирпичному столбу, в котором находился почтовый ящик. Антон умер от травматической асфиксии. Родители Антона, Виктор и Ирина Ельчины, подали в суд на компанию, производившую данный автомобиль, так как у данного автомобиля известна проблема с трансмиссией, которая уже привела ко множеству аварий. И случаем, когда автомобиль скатывался с горки, потому что рычаг переключения передач сделан так, что водитель забывает или думает, что уже поставили на нейтралку, когда выходит из машины. Именно по этой причине данный автомобиль был отозван в апреле 2016. Также сообщается, что рычаг переключения передач у данного автомобиля смещается и возвращается на ту же позицию, в которой был до того, как его передвинули. То есть вы поставили его на нейтралку, а он спустя пару секунд съезжает на первую или на драйв. Об этом сообщали несколько участников ДТП и владельцев данного автомобиля. Более 200 ДТП с этим автомобилем именно связаны с этой проблемой. Удивительно, но я нигде не слышал, что умер Кенни Бейкер. Абсолютно нигде никакого упоминания. Я понимаю, что его лицо мало кто знал, но ведь настоящие поклонники фильмов прекрасно знают, кем он был. Для тех, кто не знает, Кенни Бейкер носил костюма дроида R2-D2 в Звездных войнах. Кенни маленький человек, ростом 112 сантиметров, но он сделал все-таки за свою жизнь великую роль. Она безусловно не так огромна, как у тех, кто играет лицом, но все-таки маленький человек носил на себе душный, теплый и закрытый костюм длительное время. Это как ходить в жарищу плюс 30 в пальто. Вряд ли многие из нас выдержали такое, а вот Кенни выдерживал. Он выдерживал даже съемки в Африке в плюс 40, нося на себе костюм R2-D2. Выдерживал подобное и Кевин Питер Холл, носивший костюм Хищника в первой и второй части фильма Хищник. В первой части они работали в джунглях, а там огромная влажность и жара. Шварценеггер на съемках этого фильма сбросил более 10 килограмм. Кевин Питер Холл, так же как и Кенни Бейкер, уже умер. И многие другие актеры, которые сильно загримированы, также заслуживают уважения. Из недавно сильно загримированных актеров я могу вспомнить о Двале Акиное Акбаджи, который играл киллера Крока в «Протряде самоубийц». Так же он играл мистера Эко в «Остаться в живых». Все они делают такую же, а может быть еще большую работу, чем открытые актеры, которым не мешает костюм или грим. Кеннет Джордж Бейкер родился 24 августа 1934 года, а умер в возрасте 81 года 13 августа 2016. От продолжительной болезни. Какой именно, не уточняется. Кенни Бейкер был женат на актрисе Айлин Бейкер с 1970 года. Они были вместе до самой ее смерти в 1993 году. У Кенни и Айлин родилось двое детей. И несмотря на то, что у Айлин и Кенни была карликовость, их дети выросли нормального роста. Кстати, актер Энтони Дэниелс, игравший C-3PO, и Кенни Бейкер ненавидели друг друга. Однажды Кенни подошел к Дэниелсу и спросил насчет встречи с фанатами в образе C-3PO и R2-D2. А Дэниелс посмотрел на Кенни сверху вниз и сказал Это унизило Кенни и он сильно обиделся. Во время съемок в Звездных войнах, Энтони Дэниелс и Кенни Бейкер почти не разговаривали друг с другом. И несмотря на то, что на экране R2-D2 и C-3PO дружили, Кенни Бейкер и Энтони Дэниелс наоборот были далеко не друзьями. Если хотите вспомнить о тех, кто уже ушел от нас, То в описании есть плейлист со всеми видео, посвященными умершим знаменитостям. А если вам интересно узнать откуда все эти игрушки, То заходите на канал Суньхуньвчай, ссылка на который будет в описании к этому видео. Там вы и найдете свои ответы. Если понравилось это видео, то можешь глянуть еще парочку интересных с канала Ай Люблю Людей. Интересные видео есть как в описании этого ролика, Так и отображены на твоем экране прямо сейчас. А если есть что сказать по теме, то напиши в комментарии, Будет интересно почитать. До встречи!